Как читать намаз? Что нужно знать? Я боюсь, вдруг у меня не получится. Несмотря на то, что в интернете огромное количество обучающих материалов, все-таки таких писем у меня на почте не убавляется. Поэтому, ребята, сегодня я вами займусь. И для этого мы отправимся в мечеть. Что-нибудь хочешь сказать? Я поделюсь с вами своим собственным методом. Конечно, он не запатентован, шутка. Но, по крайней мере, это поможет вам научиться быстрее и, может быть, избавит вас от страха того, что у вас не получится. Пойдем дальше. И приспичило же этим мужчинам прямо у мечети умываться. Подумали вы, но на самом деле намаз будет считаться недействительным без наличия ритуального омовения. И прямо сейчас эти мужчины берут омовение. Подробно на этом вопросе останавливаться не будем, потому что у меня есть видео из этого цикла. Я оставлю его внизу. Все процессы идут отсюда. И если вы сюда запрограммируете, что вам будет сложно выучить намаз, поверьте, вам будет сложно. На самом деле ничего сложного. Давайте по порядку. Для начала вам нужно выучить фатиху. Это главная сура, без которой не обходится ни один намаз. И какую-нибудь еще одну суру маленькую. Допустим, ихляс, аннас или фоляк. Эти суры короткие. Вы сейчас их увидите на экране и поймете, что ничего сложного в них нет. Это все, что касается того, что читается стоя. То есть всего две суры вам достаточно. На каждое движение в намазе приходится по одному предложению текста. Всего лишь одно предложение. Как видите, выучить придется всего четыре предложения. Останется запомнить тешахут, салават и дуараббана, которые мы читаем в положении сидя. Это все к вопросу о том, что нужно знать для того, чтобы начать читать намаз. Теперь к вопросу, как это выучить. Любимые, милые, мои дорогие, все легко. Если вы в день пять раз будете повторять одно и то же, поверьте мне, через пару дней вы все выучите наизусть. Но просто я не знаю ни одного знакомого мне человека, который бы не выучил слова намаза. Это практически невозможно. Как делала я? Я писала на листке большими буквами, чтобы из положения стоя их было видно, и читала с листа. И все на вас смотрят. Сейчас. Конечно, еще важно правильное произношение. Когда язык тебе не родной, тем более в нем такие сложные буквы, как айн и все остальные, конечно, будет сложно поначалу правильно произносить. Что делать в этом случае? Я советую вам слушать аудио. Я постараюсь найти аудиотреки, которые вам помогут, вы сможете их скачать и слушать. То есть постоянно на повторе, на репите, чтобы они у вас были. И текст перед глазами. Поверьте, когда текст перед глазами, а в ушах правильное произношение профессионала, оно запоминается, в мозгу откладывается. И лучше сразу сначала читать правильно и произносить правильно, чем потом вам это все переучиваться, потому что, друзья, это долго и мучительно. Следующая сложность, которая встает намаза в пять. И все они по-разному читаются, то есть по количеству разные. Что делать в этом случае? На самом деле в намазе все действия цикличны. Если вы присмотритесь, вы это заметите. Это стояние, поясной поклон, руку, земной поклон, сячда, и сидение. Поначалу я и сама путалась, когда там стоять, после какого ракета нужно сидеть, но позже я выяснила для себя одну простую систему. В намазе после второго ракета мы всегда остаемся сидеть. И сидеть читаем Ташахут, Салават. Если это утренний намаз, то читаем и Дуараббана, и завершаем намаз. Но если это другой намаз, состоящий из трех и более ракетов, то после второго ракета, после сидения, мы снова встаем. И уже в последующих ракетах читаем только лишь Фатиху, не добавляя к ней никакую суру. И завершающий ракет, естественно, мы читаем Ташахут, Салават и Раббана. Вот такая простая система. Утренний два ракета, обеденный четыре ракета, предвечерний четыре ракета, вечерний три ракета и ночной четыре ракета. Если вдруг в один из намазов вы окажетесь в мечети, вы удивитесь, потому что некоторые намазы читаются вслух имамам, некоторые про себя. На самом деле вслух читаются утренний, вечерний и ночной намазы. Два ракета всего лишь, остальные про себя. И намазы также, остальные, которые я не назвала, читаются про себя. Ах да, самое главное, еще Джима пятничный намаз тоже читается вслух и состоит из двух ракетов. Надеюсь, друзья, эти лайфхаки вам помогут как можно скорее выучить намаз, и Всевышний засчитает и мне хоть какую-нибудь маленькую награду, а может быть и большую, в этом начинании для вас, в начале новой жизни для вас. И поверьте, это не так уж сложно, не так уж и энерго, и временно затратно. Это не так уж сложно. В деле ничего сложного. Ничего сложного в них нет. Главное желание и немножечко усилия. Ну я прощаюсь с вами до следующего видео. Если хотите подобное видео, не забудьте поставить лайк и написать в комментариях. И ассаляму алейкум. Пока. Молодец. Хорошо.